В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях вторника. Международная конференция по восстановлению Украины в Берлине. На открытии выступил президент Владимир Зеленский. Главные итоги и заявления. Мы не оставим войну в наследство после боя. Мы закончим эту войну. Украина выполнила все шаги и ЕС должен начать переговоры о ее вступлении до конца июня. Основные заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на конференции в Берлине. Путин должен проиграть, а Украина должна победить. И мы должны помочь Украине восстать из пепла и стать хозяевами своего будущего. Армия РФ сбросила авиабомбу на жилой район города Константиновка. Есть раненые, повреждены 16 многоэтажных домов и два административных здания. Репортаж с места событий. Больше сказать я ничего не могу. Бедные люди, которые пострадали. С вами Бог и Украина. 140 миллионов евро на инфраструктуру и системы САМПТИ для усиления ПВО Украины. Италия объявила о новом пакете помощи Киеву. Италия готова предоставить не только военную помощь. Президент Владимир Зеленский посетил Германию и принял участие в конференции по восстановлению Украины. Он также провел встречу с федеральным президентом Франком Вальтером Штайнмайером и переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем. О чем договорились в Берлине узнавал наш специальный корреспондент в Европе Виталий Сизов. Виталий, здравствуй, рассказывай подробности. Да, действительно, сегодня совершился уже визит президента Украины Владимира Зеленского. Утром он встретился с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером. С ним украинский лидер обсудил предстоящий саммит мира и продолжающиеся атаки России. Затем Зеленский вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем открыл конференцию по восстановлению Украины. Президент акцентировал внимание на том, что предпосылкой любого нормального восстановления, конечно же, станет безопасность. А ее нельзя гарантировать безнадежной системой противовоздушной обороны. Только управляемых авиабомб ежедневно до сотни. Воскресенье. 80 управляемых авиаударов. Понедельник. 95 управляемых авиабомб. Это безумно разрушающее давление. Плюс ракеты, плюс ударные дроны. Пока мы не избавим Россию от такой возможности терроризировать Украину, у Путина не будет настоящего интереса искать честный мир. И будет неизменно его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все, что дает жизни, основу и защиту. Ответ – это ПВО. Спасибо, Олаф, за ПВО. Неотложная потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно ПВО. Поэтому в течение следующих недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему «Патриот» – установки «Арис-Т», гепарды, ракеты и боеприпасы. На полях конференции, в которой приняли участие лидеры десяти стран, президент Украины провел встречу и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, и с которым он тоже обсудил предстоящий саммит мира. Подготовка к глобальному саммиту мира вообще была лейтмотивом всего визита. Выступая в Бундестаге, украинский президент не упомянул саммит напрямую, но четко дал понять, что несправедливый мир не может быть устойчивым. Мы не оставим войну в наследство после боя. Мы закончим эту войну. Мы закончим ее в интересах Украины и всей Европы, всех нас. Мы закончим ее на своих условиях. Условиях, понятных любому человеку на этой земле. В своем выступлении украинский президент упоминал и о разделенной стране, и о том, что нельзя разделять страну искусственно. Это не случайно. В Берлине немецкие депутаты знают, как никто другой, что такое жить в искусственно разделенной стране. И такие месседжи, естественно, до них доходили. Финальным пунктом визита украинского лидера стала 21-я ракетная группа сил ПВО ФРГ, где он вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом пообщался с украинскими военными, которые проходят подготовку для работы на системах ПВО Патриот. Одну из этих систем Украина скоро получит от Германии. По словам президента, еще 2-3 системы будут предоставлены в ближайшее время другими странами. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о передаче 100 дополнительных ракет-перехватчиков для этих систем. Далее украинский лидер отправится в итальянскую Апулию, где с 13 по 15 июня будет проходить встреча Большой Семерки, а за ней и последует непосредственно саммит мира. На встрече с лидерами Большой Семерки также будут обсуждаться вопросы поддержки Украины, вопросы того, как сделать эту поддержку стабильной и, естественно, что делать с замороженными российскими активами. Студия. Спасибо тебе, Виталий. Из Берлина специальный корреспондент телеканала Freedom в Европе Виталий Сизов о подробностях международной конференции по восстановлению Украины. И в продолжение темы президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что Украина выполнила все необходимые условия для старта переговоров о вступлении в ЕС. И это решение необходимо принять до конца месяца. Также она рассказала, когда проценты от замороженных российских активов начнут поступать в Украину. Путин должен проиграть, а Украина должна победить. И мы должны помочь Украине восстать из пепла и стать хозяевами своего будущего. Около полутора миллиарда евро из непредвиденной прибыли станут доступны в июле. 90% этих средств пойдут на оборону, 10% – на реконструкцию. Я также могу объявить, что к концу этого месяца мы отправим в Украину дополнительно почти 2 миллиарда евро с помощью нашего украинского механизма. Это связано с комплексными реформами и инвестиционной стратегией, которую одобрила Украина. Италия выделит 140 миллионов евро на украинскую инфраструктуру, а также готова передать системы САМПТИ для усиления ПВО Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни на полях конференции по восстановлению Украины в Берлине. По его словам, сейчас главное – это защита украинской инфраструктуры и городов с системами противовоздушной обороны. Италия готова предоставить не только военную помощь. Этот новый пакет в 140 миллионов евро выделен для вашей инфраструктуры, железных дорог, здравоохранения, агро и горнодобывающей промышленности, а также для гуманитарной помощи. Также новый пакет помощи Украине предоставила Эстония. По словам министра обороны Ханна Певкура, туда войдут зенитно-ракетные комплексы малой дальности Мистрал и ракеты к ним. Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко. Точные объемы военной поддержки Эстония не разглашает из соображений безопасности. В настоящее время четыре страны подтвердили предоставление истребителей F-16 Киеву. А вместе с самолетами в Украину прибудет специальное вооружение для них. Что это за оружие и насколько оно усилит боеспособность истребителей, расскажем далее. Ф-16 – это оружие, которое Украине сейчас крайне необходимо. РФ уничтожает города Кабами. На линии соприкосновения имеет преимущество в воздухе. И без истребителей от западных партнеров Украине крайне тяжело противостоять агрессору. Ф-16, которые получит Украина, по техническим характеристикам не уступают русским истребителям, а по некоторым параметрам даже превосходят. Все самолеты прошли модернизацию. На них стоит улучшенный прицел для обнаружения воздушных целей. Вместе с самолетами будет предоставляться специальный контейнер, который позволяет находить и наводить ракеты-бомбы на наземные цели. У Ф-16 у него там порядка 100 видов, больше 100 видов вооружений, которые можно прицепить. Это и всякие бомбы GBU 39 и выше, и вправо, и влево. И это и ракеты воздух-воздух, и ракеты воздух-поверхность. Там этого ассортимента вооружений хватает. Возникают вопросы непосредственно, там уже таких нюансов, какие там стоят. Системы защиты, можно ли использовать ракету Харм для подавления средств ПВО. Особое внимание к ракетам Storm Shadow и Scalp. Для удара по целям противника их приходится программировать на земле, потом цеплять к самолету и во время полета перепрограммировать их невозможно. С появлением Ф-16 менять цель можно будет прямо в воздухе. Для авиации сейчас стоит три задачи. Первая, чтобы авиация противника перестала забрасывать мирные города кабами. Вторая, отогнать истребители РФ от линии соприкосновения, чтобы украинские войска могли продвигаться вперед и освобождать оккупированные земли. Третья, завоевать как минимум паритет в воздухе, чтобы выйти к границам 91-го года. С высокоточным вооружением Ф-16 это все по силам. Но и Ф-16 дорогая и тяжелая в использовании техника. И поэтому, чтобы этими истребителями пользоваться со стопроцентной эффективностью, необходимо гораздо больше времени, чем предполагалось изначально. В связи с тем, что нам не хватает летчиков, которые обучены к настоящему времени на Ф-16. Оказалось, что их там не такое большое количество, как все рассказывали. И у нас этих Ф-16, скорее всего, раньше, чем в октябре-ноябре, мы не дождемся. Получение самолетов – это военная помощь, а дальнейшая их эксплуатация – это уже создание инфраструктуры, это уже затраты нашего военного бюджета. По мнению начальника авиации командования воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова, Ф-16 и их эффективное оружие позволят Украине, если не переломить ход войны, то как минимум заставить пилотов РФ понимать, что они могут просто не вернуться с боевого вылета. В ночь на 11 июня путинские террористы сбросили авиабомбу на Константиновку, которая находится в 10 километрах от Часового Яра. Удар пришелся по жилому району города, 5 человек получили осколочные ранения, повреждены 16 многоэтажных домов и 2 административных здания. На месте побывала наша съемочная группа. Среди ночи российские войска атаковали Константиновку в Донецкой области, и это последствия прилета авиационной бомбы КАП-500. Это бабушкина квартира, пенсионерка, 84 года. Вот, она всю жизнь собирала, работала, ветеран труда, регресс получала. *** русские. Ракету им ***. Больше сказать я ничего не могу. Бедные люди, которые пострадали. С нами Бог и Украина. Жильцы пострадавшего дома летящую бомбу не слышали, а вот жители соседних районов помнят приближающийся звук, а затем сильный удар. Вы слышали, как летит, да? Вначале ракета пролетела, потом я зарево увидела, и вот это вот бахнуло конкретно. Вот так сегодня выглядят фактически все квартиры пострадавшего дома в Константиновке. Разбитые стены, поврежденная мебель. Но и фактически в каждом подъезде на лестничной площадке входные двери. Точнее, то, что от них осталось. В этом доме в момент удара находилось более полусотни жильцов. Олег получил осколочные ранения. Ночью в больнице ему зашивали порезы. Вот подпрыгнул на кровати, смотрю, кровь у меня с руки потекла. Думаю, что-то вроде как и ничего не болит, но стеклом порезала руку, мне спину, немного ноги. Получается, как бы не сильно так. Ну и слава богу, еще что я спал на двухкомнатной кровати двухконтурной, и на второй контур весь все рамы полетели. А на меня что упало с краю видно, что рука была, и на руку в основном на левую сторону попала. В квартире 88-летней пенсионерки повсюду следы крови. Родственники бабушки нашли ее ночью в комнате, истекающую кровью. Она на кровати лежала, ее все порезало. Бабушка 88 лет. Ну а какое состояние сейчас ее? Ну сейчас как бы стабильно. Ну ее зашили голову, зашили руку, зашили. Сейчас она лежит. В результате авиационного удара пять человек получили осколочные ранения. Всем им была оказана медицинская помощь. Многие уже сегодня вернулись в свое разбитое жилье на поиски уцелевших вещей. Два дома получили сильные повреждения. В одном из них был пожар. Еще более десятка многоквартирных домов без окон и с разбитыми балконами. 87 боевых столкновений произошло за сутки на фронте. Подробнее о ситуации смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Армия РФ активизировала свои действия на Харьковском направлении, сообщает в сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Однако ВСУ сдерживает противника. Харьковское направление, ситуация стабильно тяжелая. Но здесь следует отметить, что и тактическая, и оперативная инициатива перешла вооруженным силам Украины. Дальнейшее продвижение противника остановлено. Более того, Силы обороны Украины проводят ряд успешных контратак в районе Волчанской, в районе Лепсы. В частности, Николаевские морпихи показали, как уничтожили российскую бронетехнику на Харьковском направлении. Вследствие взрыва образовался целый салют. С начала суток самая высокая интенсивность штурмов сохраняется на Купинском, Лиманском и Покровском направлениях. Силы обороны Украины отражают все атаки. В частности, на Покровском направлении противник пытается штурмовать в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новоселовка-1 и Калиновка Донецкой области. ВСУ сдерживают давление захватчиков. Противник атакует на всех участках фронта. Основная задача – попытка выйти к административным границам Донецкой области. Поэтому не случайно такое количество потерь среди личного состава. Резкая эскалация напряженности на Покровском, на Кураховском, на Краматорском, на Лиманском и на Купинских направлениях. Несмотря на это, украинские защитники дают отпор оккупантам РФ. Так, пограничники отработали дронами по российским мобильным комплексам наблюдения «Муром-5» и «Пергам-РТР-60» на северном направлении. Россияне используют комплексы видеонаблюдения для разведки, а также планирования атак. Их уничтожение только усиливает безопасность вооруженных сил Украины, подчеркнули в Госпогранслужбе. Кроме того, украинские пограничники уничтожили живую силу российских оккупантов на северском направлении и разбили их позиции. В частности, с помощью беспилотников удалось поразить два укрытия армии РФ. Как отмечают в Госпогранслужбе, днем по позициям противника работают FPV-дроны, а ночью тяжелые ударные бомберы «Вампер». Тем временем украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике российских оккупантов на Харьковском направлении. Воины ГУР продолжают выбивать захватчиков из региона, нанося противнику безвозвратные потери, ликвидируют пехоту и уничтожают бронетехнику и разведывательные приборы. А украинские воины-зенитчики уничтожили еще один российский Су-25. Это произошло на Покровском направлении. Штурмовик РФ залетел в зону ответственности одной из бригад и моментально был сбит точным попаданием ракеты. К слову, за прошлый месяц воины только этого подразделения ВСУ уничтожили 8 российских бортов. Помимо этого, эксперты наблюдают недостаток качественных боеприпасов у российской армии. По их словам, снаряды, которые поставляет КНДР, бракованные. У российских оккупантов весьма большие проблемы с качеством снарядов, поставляемых в Северной Корее. Опять-таки, анализ ситуации свидетельствует о том, что это весьма низкое качество. Есть уже данные объективного контроля, а именно видео подтверждение того, что северокорейские снаряды разрываются непосредственно при выстреле со средств поражения, а именно ствольной артиллерии. Общие же потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 520 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 1100 российских военных. Также украинские защитники за сутки уничтожили 23 танка, 32 бронемашины, 46 артсистем по одной системе РСЗО и 5 ПВО. Кроме этого силы обороны сбили один самолет, 13 БПЛА и поразили 79 единиц автомобильной спецтехники и цистерн россиян. Во время саммита в Вашингтоне лидеры НАТО должны согласовать усиление роли альянса в оказании военной помощи Украине и определить долгосрочное финансовое обязательство по дальнейшей поддержке. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Толтенберг. Он напомнил, что союзники по блоку предоставляют 99% от всей военной помощи, поступающей в Украину. Поэтому есть смысл, чтобы именно НАТО играло сильную координирующую роль. Это должно предотвратить задержки и пробелы в поставках Украине оружия и военного оборудования, которые наблюдались прошлой зимой. Я ожидаю, что НАТО возьмет на себя ведущую роль в координации предоставления оборудования и обучения, а другие союзники возьмут на себя финансовые обязательства по поддержке Украины столько, сколько потребуется. Во-вторых, мы займемся вопросами сдерживания, и союзники по границе активизируют свои усилия по расходам на оборону. Я ожидаю, что около двух третей наших союзников инвестируют в оборону не менее 2% ВВП в этом году. Певица Мадонна в соцсетях опубликовала видео в поддержку глобального саммита мира, который организует Украина. Она призывает лидеров достичь мира 15 и 16 июня в Швейцарии ради всех детей во всем мире. Также Мадонна подчеркнула важность прекращения войны России против Украины и возвращение почти 20 тысяч украинских детей, которых Российская Федерация оторвала от семей и депортировала на свою территорию. Страны группы Семи направят новое предупреждение китайским банкам о последствиях сотрудничества с Россией, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Партнерство Пекина и Москвы будет одной из центральных тем предстоящего саммита G7 в Италии. сообщили в администрации президента США. Подробнее в материале. Большая Семерка намерена обсудить вторичные санкции в отношении китайских банков. Правда, пока речь не идет о немедленных мерах, таких как, например, ограничение доступа к системе международных переводов SWIFT, пишет Reuters. Министерство финансов США неоднократно предупреждало финансовые учреждения в Китае об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором. Нас беспокоит то, что Китай все больше превращается в фабрику российской военной машины. Его можно назвать арсеналом автократии. Если учесть, что военные амбиции России угрожают, очевидно, существованию Украины, но все больше и европейской безопасности, НАТО и трансатлантической безопасности. По информации Financial Times, российский диктатор во время своего визита в Пекин попросил лидера КНР усилить присутствие китайских банков в России. Путин и Си Цзинпин договорились определить финучреждения, которые будут финансировать торговлю компонентами для российской оборонной промышленности. В Госдепартаменте США подтвердили, в отношении таких банков будут введены вторичные санкции. Китай помог Москве восстанавливать элементы ее вооруженных сил, включая ракеты дальнего радиуса действия, артиллерию и беспилотники, а также способность отслеживать передвижения на поле боя. На чем мы сосредоточены в первую очередь, так это на китайских компаниях, которые систематически участвуют в поддержке России. Курт М. Кэмпбелл, заместитель государственного секретаря США в комментарии Financial Times. В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет ввести вторичные санкции в отношении компаний и банков из третьих стран за помощь Российской Федерации в обходе санкций. По информации Reuters, в ближайшее время Вашингтон может объявить новые значительные ограничения в отношении китайских компаний. Мы наблюдаем рост экспорта из Китая в Россию, особенно некоторых товаров двойного назначения, которые могут иметь решающее значение для военных действий России. И позвольте мне сказать, что я очень четко дала понять на самом высоком уровне китайского правительства, что мы не потерпим этого и что мы намерены применить санкции. Угроза введения таких ограничений уже заставила крупные банки Китая сократить платежи и расчеты по трансграничным сделкам с Федерацией или вовсе отказаться от них. Например, в 2023 году китайские банки замедлили рост актива в России, а около десятка финучреждений перестали проводить расчеты с Москвой в китайских юанях. Финляндия осуществляет первое развертывание сил и средств НАТО с момента вступления в Альянс. В частности, страна отправила семь истребителей F-18 на военную базу на юго-востоке Румынии, где они будут выполнять миссии по воздушному прикрытию вместе с румынскими и британскими самолетами. В свою очередь, командующий военно-воздушными силами Финляндии заявил, что эта миссия поможет ускорить интеграцию Финляндии в НАТО. И в Финляндии рейс из Хельсинки не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за перебоев GPS и улетел обратно. Самолет примерно четверть час окружил возле города в надежде, что ситуация улучшится, но в итоге улетел обратно в столицу. В связи с этим отменили и обратный рейс, который должен был выполнять тот же борт. Примечательно, что город назначения находится в 60 километрах от границы с Россией. В районе этого аэропорта и раньше замечали проблемы с вмешательством в работу GPS. Но в предыдущих подобных случаях самолеты все же удавалось приземлиться. Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде. И риски ее нападения на Европейский Союз вполне существуют. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он напомнил о том, что российский анклав расположен всего в 200 километрах к северу от Варшавы. А также о регулярном нарушении их воздушного пространства российскими ракетами во время обстрелов Украины. Опасность является большей, чем думают некоторые люди, добавил министр. Спецслужбы Дании арестовали россиянку по обвинению в содействии работе российской разведки. Как сообщили в датской спецслужбе, арест связан с публикацией в нескольких европейских СМИ о российском государственном фонде, базирующемся в Москве, в котором на ключевых должностях в течение нескольких лет работают сотрудники разведки. Сама подозреваемая является одной из самых известных представительниц русской общины в Дании. Среди прочего, она руководит консультационным центром для русскоязычных, который с 2017 года получил от российского госфонда по меньшей мере более 300 тысяч датских крон. Женщину обвиняют в сотрудничестве с иностранной разведкой с целью оказания влияния. Пожар во французском Версальском дворце. После срабатывания пожарной сигнализации из здания вывели всех посетителей. На место прибыла пожарная команда. По предварительным данным, загорелась крыша Версаля. Экспонаты не пострадали. Огонь удалось быстро взять под контроль. Жизнь в сотнях метров от российских оккупантов. Второй год жители микрорайона остров в Херсоне от захватчиков отделяет река. Ранее это был престижный район на побережье Днепра. А сейчас одно из самых опасных мест при фронтовом Херсоне. Год назад остров полностью ушел под воду после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. И сейчас путинская армия каждый день обстреливает район из всех доступных им видов оружия. Но несмотря на постоянную опасность, там продолжают находиться жители. О том, как сейчас живут люди на острове, узнавали наши корреспонденты. Заколоченные окна. Повсюду воронки от снарядов и следы подтопления. Так выглядит микрорайон остров в Херсоне. Этот район прифронтового города расположен на побережье Днепра. С верхних этажей жилых домов уже видны российские позиции. Жизнь здесь словно замерва. Несколько торговых водков выглядят как оазисы на опустевших улицах. Раньше был остров как сказка, а сейчас боятся как огня этого острова. Не знаешь, в какой угол прятаться. Днем еще ничего. А как подходит вечер, ночь. Ой, проснешься в 12 и до утра, уши все на дворе, чтобы слушать, что летит, что не летит и как и что. Разрушений на острове с каждым днем все больше. Обстрелы здесь не утихают уже второй год. Российские оккупанты добивают сюда оружием всех типов. Артиллерии, танками и минометами. Нередко они сбрасывают на живые дома авиабомбы. Я просто не понимаю тех людей, которые это делают. Что у них в голове? Кто их учил? Или они учились, или не учились? Они там все какие-то безумные. И я их не понимаю, правда. Ни женщин, ни мужчин, никого. Как можно в здравом уме идти и убивать людей? Убегая из Херсона, путинские оккупанты уничтожили критическую инфраструктуру. Отопления на острове нет с ноября 2022 года и вернуть его пока невозможно. Из-за обстрелов часто перебои со светом. А год назад после подрыва Каховской ГЭС с окон многоэтажек можно было увидеть только воду. Она поглотила полностью весь район. Уровень достигал 8 метров. Частные дома были вовсе уничтожены. Квартиры на первых этажах разрушены. Всю бытовую технику выкинули, мебель выбросили, покрытие все выкинули. Двери надо менять, стены надо все обдирать, делать капитальный ремонт. Все в плесени, все воняет. А что еще? Мыши, мошки с подвала. Первый этаж, чтобы вы понимали, это вся сырость, вся у нас. Покорели розетки, от стен все пошло. Так что как-то так. Работаем, потому что нужно работать. Работы у нас нет никакой. Вот так работаем сами на себя. Сейчас на острове есть газ и электроэнергия. Питьевую воду подвозят два раза в неделю. Техническая у нас крайняя вода. Техническая у нас крайняя вода. Позавчера была очень грязная, что даже невозможно было постирать. Не то, чтобы помыться. Ил шел, а не вода. Очень грязная была. Сегодня нормально. Я сегодня даже постирала. Живем. Стреляют как у всех, так и у нас. Ольга живет одна. Выезжала с острова в другой район только на зиму. Когда не было электричества и отопить квартиру было просто невозможно. Несмотря на ежедневные обстрелы, женщина не собирается покидать свой дом. И таких, как она, здесь немало. Я родилась в Херсоне. Я родилась в Херсоне. Я родине не изменяю. Украина – это наше все. Мы не сломлены. Будем до последнего бороться, как сможем. Почему я должна уезжать? У меня есть дом. Почему я должна куда-то ехать? У меня работа здесь, в Херсоне. Я считаю, что мы стойки. Мы херсонцы, поэтому мы здесь. Да, тяжело, но мы справимся. Мы сами выбрали эту жизнь. Стреляют, но мы свободны. Мы свободны. Жители острова уже второй год живут на линии фронта. Пережили подтопление и продолжают переживать ежедневные обстрелы. Но при всем этом, самым страшным в жизни называют российскую оккупацию. Актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале Freedom. Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке, чтобы оставаться в курсе самого важного. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Эфир Freedom продолжит Владимир Рабчун. Я с вами прощаюсь. До завтра.